Вот эта подготовка к менопаузе Это по факту забота о здоровье женщины Ну что ты приехала, у тебя месячные Оно поэтому и болит Организм надо подготавливать Даже для того, чтобы ЭКО перенести без последствий После удаления матки Женщина сталкивается, например, с проблемами по кишечнику Так может с него надо начинать? А не гормоны сразу выписывать Женщине Ну что, Марин Я думаю, что на сегодняшний Наша с тобой тема диалога Найдёт отклик Среди огромного Количества женщин Я предлагаю Поговорить о Женском здоровье Хорошая тема Очень большая, правда Я не знаю, как поговорить в одном выпуске о ней Но давай поговорим Хотя бы В таком первом приближении Давай начнём с того, что Ты вообще изначально В нутрициологию Пришла благодаря своему диагнозу И Диагнозов был набор Целый Но непосредственно То, что Вот Самая красная лампочка Которая была Это был диагноз по гинекологии Расскажи вот коротко С чем С чем ты столкнулась И почему ты сегодня нутрициолог Да Действительно Слушай, ну я Почему гинекология Была самая красная Лампочка Потому что Она жить мешала Потому что Это были боли Это были кровотечения А так я, возможно, бы Тоже не обращала На всё на это внимание И потом Это была опухоль Которую я уже прощупывала Рукой через живот То есть у меня Ко всему прочему Была щитовидка Уехавшая Потому что Был аутоиммунный тиреодит Был гипотириоз У меня были суставы Которые я думала Ну возраст уже, наверное, да Возраст тебе на тот момент Сколько было? 45 Не у нас Да Ну уже, видимо, пора, да То есть Ну то, что сыпались волосы То, что лишний вес прилипал Ни в какую уходить не хотел Вот, знаешь, вокруг талии Такой спасательный круг То, что папилломы там начинались То, что полипы мне удаляли Это, ну как бы Это уже такое А вот На гинекологию я обратила внимание Вот именно потому Что это, ну невозможно было жить При этом, конечно, эфиритин был низкий И я пошла к врачу, собственно Для того, чтобы эти симптомы Мне как-то убрали А там выяснилось Что картина-то, в общем-то Грустнее, чем я предполагала Ну и сначала это были Несколько мелких операций Гормоны, антибиотики Скажи диагноз именно по гинекологии По гинекологии у меня был Эндометриоз Миома Киста Ну понятно, что там хроническое воспаление Всё это было Гиперплазия, эндометрия Ну там, в общем-то Набор Да, набор Букет Букет Такой Вот, и вот с этого, собственно Всё началось Ну и потом я поняла, что Когда уже я восстановилась Я поняла, что я лечила гинекологию Только лишь Потому что она меня очень сильно Вот Но я лечила гинекологию с заходом Через желудочно-кишечный тракт Потому что я понимала, что я ничего не понимаю в гормонах Меня лечили врачи, ничего не добились Теперь мне нужна операция по удалению Вообще всё вместе с органами Поэтому я туда не буду лезть Я вот зайду со стороны ЖКТ Потому что вроде как это на это влияет Я начала через ЖКТ А параллельно подтянулась щитовидка Не болят суставы Параллельно ушёл лишний вес А вернулись волосы Ну то есть Всё это как бы в сумме Ну давай скажем о том, что тебе врачи Предлагали операцию В твоём случае уже Так как не предполагалось больше рождения детей Не планировалась беременность И тебе просто предложили уже удалить всё Яичники и матку Ну да, мне врач сказала Так а что ты держишься за эту матку Это же ну кожаный мешочек Который тебе уже больше не нужен Ничего не синтезирует Ничего не происходит с ней Ну то есть Репродуктивный возраст закончился Ну чего? Ну давай вырежем и всё А сейчас вот я например Ну понимаю, что медицина тоже на месте не стоит И сейчас выходят новые исследования И сейчас об этом начинают говорить Слава богу Интегративные специалисты Врачи в том числе Что если причина не устранена Потому что по какой-то причине По какой-то причине Вырастают кисты По какой-то причине эндометриоз По какой-то причине миомы растут Если эта причина не устранена Она как правило в ЖКТ То после удаления матки Женщина сталкивается Например с проблемами по кишечнику И эта онкология уже по кишечнику будет И это неприятно То есть оказывается это не бесполезный кожаный мешочек Ну и понятно, что там расположение органов меняется А у нас и так с возрастом Когда особенно мы в менопаузу входим У нас и так там опущение органов Несостоятельность соединительной ткани Меньше эстрогена Который как раз отвечает за увлажнённость За слизистые За кожу упругую и так далее Ну в общем-то это не тот орган Который только рожает Это тот орган, который сохраняет наше здоровье Ещё долго-долго после того, как мы уже не можем рожать Ну в твоём случае всё благополучно завершилось Операция не потребовалась И диагноз сняли Мало того, в моём случае Когда мне врач говорила Что яичник не имеет смысла сохранять Потому что вот она говорит Представь, яичник 2 см А опухоль у тебя 9 И она просто разорвала яичник От него ничего не осталось Он просто размазан по стенкам Ни кровотока То есть ничего Но после того, как я восстановилась Яичник-то сохранился На нём фолликулы были То есть он полностью восстановил свою функцию То есть мне не просто не понадобилась операция А я восстановилась Ещё здоровье Ещё лучше стало, чем было до того Как мне первый раз поставили диагноз И начали колоть меня гормонами и антибиотиками Собственно, я пришла к тебе спустя несколько лет С ровно такой же проблемой Единственная разница была Ты столкнулась со своим диагнозом в 45 лет Я в 27 И если у меня ещё где-то там по щитовидке Было не всё так печально и плачевно То по гинекологии Это была вот прям такая тоже Моя красная лампочка Которая требовала скорого решения И сейчас я наблюдаю, что Это с подобными проблемами Один в один Тот же самый эндометриоз К нам приходят И просто, мне кажется, каждая вторая, третья Женщина Сталкивается с этой проблемой Откуда ноги растут? В чём проблема? Мне, кстати, сказали в своё время, что Ну, это наследственность Ну, это и так, и не так Потому что генетическая обусловленность Может быть, действительно Но включится ли она Включится ли этот ген Вот это зависит уже от нашего образа жизни Ну, просто я сейчас вижу Количество людей с этой проблемой И я вот не понимаю, что Мы все генетически обусловлены Хотя вот, в том-то и дело Что, смотри, когда я начала восстанавливаться Мне было несложно поменять питание Сложно было справляться со стрессом И когда я вытащила себя Я начала об этом писать Я помню, что я первый пост в Инстаграм написала Что вот такая-то у меня была ситуация И вот я сейчас хочу этим поделиться Я была удивлена Как много людей мне написали Я-то думала, что это вот у меня И думала, там сидела За что мне это? Боже мой Они вон живут такой хорошей жизнью У всех там что-то происходит в жизни Да, кто-то путешествует Кто-то там женится, разводится Детей рожает А я вот тут почему со мной так А когда они начали мне писать Я поняла, что Боже, как много женщин с подобной проблемой Что, у всех генетика? Нет Дело всё в том, что генетический потенциал в организме Может быть, но не включиться Это зависит от образа жизни А может не быть И мы сами его включим Есть такое понятие, как генетика Есть понятие эпигенетика И вот эпигенетика Она контролирует Включится ген или нет Причём возможности включиться У него есть там до 300 вариантов И образ жизни как раз Ответственен за то Включится у нас тот или иной ген или нет Например, вот есть люди Которые сейчас всё больше и больше Генетических заболеваний в принципе больше Потому что образ жизни у нас соответствующий Но есть люди, например Которые живут с синдромом Жильбера Всю жизнь и знать о нём не знают Но как только вот из строя Выходит там углеводный, например, обмен Они хоп идут проверяться Нашли синдром Жильбера А что до этого они жили и ничего не было То есть нет Генетически это может передаться А может не передаться Но вот запускается это в организме Именно от нашего образа жизни Тогда логичный следующий вопрос Что не так конкретно в этом образе жизни Что оно так больно бьёт по гинекологии Ну например, вот там много конечно факторов Ну например, вот у нас ломается углеводный обмен Из-за того, что у нас много углеводов в рационе Из-за того, что мы ровно сидим на попе По восемь часов не двигаемся Из-за того, что мы плохо спим Много из-за чего Из-за того, что у нас нет жиров Много рафинированных продуктов Нервничаем мы опять же Ломается углеводный обмен А что такое сломанный углеводный обмен? Это воспаление, это инсулинорезистентность Что такое инсулин? Это гормон роста в организме У него есть Слышала наверняка такое выражение Инсулиноподобный фактор роста Инсулин это вообще гормон благополучия Он такой все в дом И на нем все растет И вот эти наши папиломы, гемангиомы Все это растет Синдром поликистозных яичников Все это на поломанном углеводном обмене На инсулинорезистентность И так может с него надо начинать? А не гормоны сразу выписывать женщине? То есть дальше следующий фактор Почему так случается? Например детокс Когда углеводный обмен поломан Детокс уже не будет хорошим Потому что вот это постоянное воспаление Оно истощает организм При детоксе происходит например Нейтрализация или метаболизирование Грамотно словом Эстрогенов наших отработанных И у нас например эстрогены Они в печени Проходят стадию такую Глюкоронидация называется К ним цепляется глюкороновая кислота А в кишечнике бардак Потому что женщина пьет антибиотики Потому что она пьет лекарственные средства Потому что она стрессует И у нее там разрослось Сахар ест Да, сахар ест много Причем не обязательно ложками в чай на его кладет А она просто скрытая сахара Их много сейчас у нас в продуктах питания И у нее там разрастается Вот эти наши все вздутия газообразования Это же как раз синдром избыточного Грибкового или бактериального роста И вот этот эстрогенчик Глюкороновая кислота его тянет на выход Потому что он уже отработан И он сделал свое дело Должен быть выведен из организма А там в кишечнике Вот эта вся патогенная флора Она очень любит сладенькая И она откусывает эту глюкороновую кислоту И наш отработанный эстроген Залетает обратно в организм И начинает вырастать то, что вырастать не должно Я, конечно, сейчас на пальцах Я, конечно, сейчас вот так Ты понимаешь, о чем я говорю То есть причина в желудочно-кишечном тракте И в нашем образе жизни Не так, как нам предлагают врачи Что если у вас какого-то гормона не хватает Нате его, попейте А может быть, все-таки разобраться А почему его не хватает Может быть, на что он сливается Например, мы на стрессе Нам надо много кортизола Ну и значит, все сырье будет уходить На производство кортизола И на эти гормоны наши половые Просто не хватит сырья Так может быть, все-таки скорректировать стресс Чем давать синтетические гормоны женщине Причина всегда в ЖКТ Любого диагноза покинь Любого Начинать надо всегда с ЖКТ Понятно, что когда мы, например, корректируем Уже стресс скорректировали ЖКТ скорректировали То есть поработали над желчоотоком Над кислотностью Кишечник и так далее И все еще проблема остается Даже когда у меня, например, есть положительная динамика Ну и все, дальше едь Дальше корректируй, постепенно вылезешь Ну мы же болезнь зарабатываем не с понедельника на вторник Ну так и выздоровление у нас будет не с понедельника на вторник А если, например, мы все подтянули А ВОЗ и ныне там А проблема не ушла Вот тогда да Вот тогда, пожалуй, можно зайти в генетический полиморфизм Покопаться там Вот тогда можно уже понять аж чего-то там Что с гормональной системой Ну такое редко бывает Ну у нас вот сотни учеников И очень хорошие результаты при коррекции ЖКТ Когда мы подтягиваем ЖКТ Сразу положительная динамика И по эндокринологии, и по гинекологии происходит Слушай, тогда следующий вопрос Я со своим диагнозом столкнулась То есть я понимаю, что от момента Когда уже были неполадки в организме До вот этой финальной точки Когда именно уже сказали диагноз И когда врачи предложили радикальное решение проблемы Прошло нормально так времени Ну по моим подсчетам лет 5-6 это точно И я пропустила огромное количество сигналов Когда организм говорил о том Что тут уже пора остановиться Организм реально кричал То есть из симптомов очень явных Которые я пропускала И считала, что это норма Например, когда это очень болезненные месячные Когда просто ты не можешь работать Ты живешь на обезболивающих Но знаешь, что для меня в этом удивительное При том, что я же все это время Все эти 5-6 лет Я все равно наблюдалась у гинеколога Это реально очень удивительная штука Потому что я считала, да, это за норму Потому что в целом мне и говорили, что норма Никто мне за это время не сказал Что у меня там какая-то критическая проблема И потом раз просто такой У вас уже диагноз Как вот это? Каким образом это происходит? Это правда возникло так очень резко? Или это где-то не доглядели? То есть мне все это время лечили воспаление Были антибиотики, лечили молочницу Но это было продолжительно Лет 5, наверное, точно Я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос Потому что я когда-то тоже сидела Я была еще совсем молодая И меня увозили на скорой с приступами Снимали приступы, отпускали А потом с 14 лет меня увозили И были очень болезненные месячные Мне тогда говорили, что ну как бы Всех болит, у тебя болит Я тоже скорую вызывала До скорой, да А потом в 17 лет меня не смогли обезболить Экстренно вызвали бригаду врачей И ночью вырезали мне левый яичник полностью И половина правого В 17 лет И сказали мне, что возможно детей не будет Ну скорее всего детей не будет никогда И вот я начала ходить А детей я очень хотела на тот момент И вот я начала ходить по их кабинетам И вот я сижу, каждый месяц у них я сидела И пожилая медсестра такая была там у врача Врач мне выписывает антибиотики там Ну это как-то лечит меня В общем воспаление снимает А я не могу забеременеть Ну понятно, что как бы И вот эта медсестра подходит ко мне и говорит Опять сидишь? Я говорю, ну сижу Она говорит, да не сиди ты здесь Не помогут тебе здесь Ну иди хоть бабку какую-то найди Ну или в Красноярск езди Ну это большой город тогда Я вот в Красноярском жила, в маленьком городке Я не могу ответить на этот вопрос Почему так? И когда это началось? Ну это почему-то, да, за норму считают Что болит, ну у всех болит Я помню прямо чёткий случай Я переехала только в Питер Меня просто скрутило невозможно Вызвали скорую Меня забрали на скорой И я иду на приём к гинекологу А это утро То есть ночь у меня вот скрутило И там где-то под утро Знаешь, часов в шесть утра Я к ней прихожу, она мне говорит Ну чё ты приехала? У тебя месячные Оно поэтому и болит Что ты сюда едешь вообще? Иди отсюда То есть это норма Это все считают, что это норма Но это же ведь не так на самом деле Ну ты теперь-то знаешь, что это не так Ну вот я знаю теперь, что это не так Ну вот и понимаешь, девочки у нас Которые говорят первый раз там за 20 лишним лет Я не заметила, как пришло всё Вот просто никакой боли Всё очень комфортно Ну мы же не восстанавливаем это Это никто не знает, как это лечить Это знает только наш организм А организм наш это что? Это желудочно-кишечный тракт Потому что нет желудочно-кишечного тракта Нет ничего Потому что именно он снабжает сырьём всё остальное Именно он снабжает сырьём гормональную систему Именно он снабжает сырьём мышечную Нашу допорную, двигательную и так далее Если он не работает, сырья не хватает Либо мусор не выводится Ну вот отсюда, собственно, все проблемы Когда начинать бить тревогу? Вот когда мне при этом У тебя болит, врачи говорят, всё нормально Вот где та точка, когда уже ненормально Несмотря на то, что кто-то вот ещё тебе говорит Что диагноза нет Не, ну можно, конечно, до кровотечения и подождать Не хотелось бы А можно не ждать и сразу понять Если это не норма, а у меня так Значит, с этим надо что-то делать Ну вот какие признаки ненормы? Болезненные менструации – это не норма Здоровая женщина Твои признаки здоровой женщины Когда вот всё хорошо? Здоровая женщина – это женщина, которая легко засыпает Легко просыпается У которой нет лишнего веса У которой много энергии Которая не сплетничает, между прочим Да, не обсуждает никого других А занята своей жизнью И получает удовольствие от этой жизни Потому что это тоже баланс, между прочим Нейромедиаторов и гормонов Это когда нет болезненных менструаций Это когда ежедневный стул Это когда очень хороший аппетит Но при этом я сказала уже, да Что нет лишнего веса Особенно в районе талии Это женщина, у которой много энергии Вот это здоровая женщина Если вы под все эти параметры подходите Можете не суетиться, да Но при этом у вас болезненные месячные Такого, скорее всего, не будет Ну знаешь как? Вот я была очень энергична Вот до последнего Я вот сейчас понимаю Нет-нет-нет Вот смотри Ты была очень энергична Как ты думала про себя Про ту А потом, когда ты Знаешь, как человеку сделать очень хорошо Да, знаю Сделать очень плохо А потом как было И уже очень хорошо И поэтому ты потом Когда ты восстановилась Ты говорила Я поняла Насколько я была неэнергичная Насколько я была отекшая Насколько я была Ну вот как бы, понимаешь? А как понять это человеку Который ещё не восстановился? Он не знает, какой он может быть То есть какие вот маркёры Что вот Всё Слушай, ну тут вообще всё индивидуально Любому человеку Даже если он ещё не доехал до своей патологии Надо изучать, как работает его организм И как профилактировать многие заболевания Особенно те, к которым он предрасположен Не тогда, когда уже клюнет А тогда, когда ещё не клюнуло Потому что профилактировать легче, чем лечить Дешевле, чем лечить Проще, чем лечить И поэтому не надо ждать каких-то критериев Каких-то звоночков Вот если у меня вот это будет Вот тогда я начну изучать Надо сразу понимать Что мне из продуктов больше подходит Какая у меня вот типовая, например Кислотность желудка Надо ли мне держать руку на пульсе Чтобы она не падала Или у меня с ней всё в порядке Как работает мой желчный пузырь А может быть он у меня там слабый, ленивый, атоничный И мне надо всегда внимание ему уделять Что с моим кишечником Потому что либо у меня с детства Там запоры И я не могу сходить в туалет по два дня Либо у меня вообще никогда с этим проблем не было У меня всё вообще здесь идеально Ну то есть понимаешь, что нет каких-то критериев единых Но всё-таки один критерий есть Это энергия Если вы чувствуете, что вам Недостаточно энергии Её не столько, сколько было там год-два-три назад Вот это уже звонок Потому что на любой биохимический процесс На синтез чего бы то ни было Там того же гормона Этой желчной кислоты Неважно, нужна энергия Если её недостаточно Это значит, что у вас в организме уже Что-то не синтезируется Где-то что-то недовыводится И это значит, что мы уже начинаем Накапливать проблемки Рано или поздно они выльются диагнозом Или патологией Давай пройдёмся по основным диагнозам С которыми тебе обращаются женщины Касательно именно гинекологии Ну эндометриоз, да, мы сказали Поддаётся коррекции? Да всё поддаётся коррекции Поздно, это когда над человеком уже заколачивают Вот это поздно Всё поддаётся коррекции Окей, ну тем не менее Эндометриоз коррекции поддаётся Другое дело, до какой степени Ну понятно, что там Смотря какая стадия эндометриоза Смотря какая ресурсность у организма Смотря что будет женщина делать Некоторые вот отличницы И она просто вот Прям просто там всё А некоторые такая Ай там, троечку да сдам Главное сдать То есть много факторов Ну вот тем не менее Понимаешь, человек, который столкнулся Когда тебе врач говорит Не лечится Нет, лечится Дальше там миомы Тоже поддаются коррекции Потому что наша задача иногда Бывали такие случаи Когда она уменьшалась в размерах Но наша задача Это сделать так Чтобы женщина жила С этим узелком миоматозным Ещё долго-долго-долго И он не рос И не появлялись новые Потому что если ничего не изменить То он будет расти Будут появляться новые И в один прекрасный момент Этот миоматозный узелочек Проведёт к себе сосудик Начнёт питаться Ну и там только операция И там уже всё Неблагоприятный может быть исход Эстрогендоминирование Конечно поддаётся коррекции Конечно Вообще Ещё как Мне кажется Его наверное редко ставят Про него Просто это как раз таки Очень частая причина Всего того Синдром поликистозных яичников Коррекция очень хорошо поддаётся Через вот коррекцию Как раз углеводного обмена Инсулино-резистентности Потому что Это одна из самых частых причин СПК Синдрома поликистозных яичников Одна из самых частых причин Это как раз инсулино-резистентность И казалось бы Вот как это связано Дело всё в том Что гинеколог не будет вам Лечить инсулино-резистентность А гастроэнтеролог Не будет вам лечить гинекологию А вместе между собой Они как-то не очень Об этом задумываются Вашему гастроэнтерологу Наплевать на вашу гинекологию По большому счёту Он отправит вас к гинекологу А гинеколог даже не спросит Про вашу инсулино-резистентность Ну И бывают конечно Врачи Которые всё-таки Да Обращают на это внимание Но в большинстве своём Вот в массе своей Знаешь Мне недавно комментарии написали Мы записали рилс Про то что Эко Даже если вы вдруг Идёте на него Да То лучше Вот Восстановить организм Потому что может быть Такое что вам Эко не понадобится У нас были такие случаи Да А может быть Что вы действительно На него пойдёте Ну организм Ну организм уже будет готов И мне там пишут комментарии Что типа Куда вы лезете Вы лезете В функцию репродукции Там что Дундуки сидят что ли Репродуктологи Вот вы одна такая Нутрициолог умная А по факту Смотри Наш организм Это единое целое Это нельзя отрицать Они отрицают Да И второе Репродуктологи сейчас Они не дундуки И они запрос сделали Сейчас репродуктологи Требуют Чтобы к ним Женщину отправляли После того Как с ней поработал терапевт Он говорит Зачем вы к нам отправляете Ну они говорят Зачем вы к нам отправляете Женщин Которая не может Выдержать элементарно Стимуляцию Она должна быть Ну более или менее Здорово Хотя бы по основным фронтам Там да Дефицитов быть не должно И так далее А разве у нас терапевты Это могут Вот Вот и все И у них И у них конфликтная ситуация Терапевты не могут Репродуктологам надо Они не дундуки Они понимают Что организм надо подготавливать Даже для того Чтобы ЭКО перенести Без последствий Для собственного Потому что Что такое ЭКО Это стимуляция Это стимуляция По всем фронтам То есть стимулируют тебе Яичники Органы репродукции А дополнительно Могут настимулировать Все что угодно Именно поэтому Потом после Стимуляции ЭКО Проблемы Вылазят Не хочу сейчас Никого пугать Я думаю Что нам с тобой Вообще нужно сделать Отдельный выпуск Я думаю Что на тему Подготовки К беременности И к естественному зачатию И к ЭКО И на тему Климактерического Периода Мне кажется Что это тоже Такой Да У женщины Есть несколько Таких важных Ну это вот Пубертат Естественно Он для всех важен У женщины Есть беременность Есть менопауза И к этим периодам Надо готовиться Потому что Сейчас вот Слава богу Появляется информация Например Все больше и больше Вот раньше там После родовая депрессия Когда женщина Неподготовленная Идет И ей надо вырастить Организм Еще один А то и два Если двойня Из чего Не из воздуха же То есть Ей надо получать Все эти вещества Если их не хватает Например С продуктов питания Витаминов Минералов То она жертвует Своими костями Например Зубами Волосами И много ведь Женщин говорят Когда что После родов Вот посыпалось Это все А еще знаешь Какая есть штука Когда женщина идет С поломанным Углеводным обменом То мало кто знает Но инсулин Например Достаточно большой гормон И он не может Сквозь плаценту проникнуть А глюкоза может И получается Что когда маму Тянет на булочке Сладенькая А ее тянет Если у нее Поломан углеводный обмен То у ребенка Это удар По Пинок По поджелудочной железе Потому что Она подсаживается Представь Мама подсаживается На поджелудочную Своего ребенка А когда мама Например Была вот такая А в беременность Вдруг стала летать И ей так хорошо И вот такие женщины Как правило говорят Беременность Оздоравливает Это говорит о том Что она подсела На подпочечнике Своего ребенка Да Давай я предлагаю Записать Отдельным диалогом Давай То есть Да вот смотри Это беременность Которому надо готовиться Именно пауза Это же не просто Угасание Репродуктивной функции Все Женщина теперь Родить не может Нет Это целая Огромная Гормональная перестройка Потому что Все Перестраивается Вся система И женщина Уже по сердечно-сосудистым Риски Потому что раньше Эстроген поддерживался Здесь нет По опорно-двигательному Риски Ну то есть Там по всем фронтам Риски Вот вопрос Смотри К беременности И родам Нужно готовиться К менопаузе Конечно Вопрос Тогда Вот у меня 30 лет Рано начинать готовиться К менопаузе Да Уже Да Потому что смотри Сейчас женщины приходят У которых в 33 менопауза началась Ранняя менопауза Хорошо в 35-37 Вот такие Ну их все больше В смысле в 35-37 Это уже хорошо? Ну иногда в 33-32 приходят Самый ранний Зафиксированный возраст Это 29 лет Менопауза Нет Есть еще раньше Но это просто считается Сбоем гормональным Когда вот просто Они перестают Уйти месячные И все А в 29 Приливы зафиксированы Ну вот первое Вот самый-самый Такой возраст Молодой Так скажем Потому что у тех Просто вот Ну нет Там год Или полтора Менопаузы Женщины Которые знаешь Вот например Спортом там Занимаются Вот сушатся Вот это Жировой массы нет И вот пропадают Месячные А вот у этой 29-летней Почему ее отнесли Категории Менопаузальных Потому что Приливы начались Вот И сейчас например В 42 В 44 Да Я думаю что В комментариях Нам тоже напишут Много Что вот да У меня там У знакомой Там в 43 У меня там в 45 Ну и так далее И поэтому К этому надо готовиться И готовиться надо Не за полгода Потому что Хороший срок считается Это где-то Ну 49-51 Вот так Я сейчас знаешь О чем подумала У нас сейчас Все Заблаговременно готовятся К старости Например с 20 лет Начиная колоть себе Ботокс В межбровку Да И тут же Я сейчас в шоке Как-то так нужно Готовиться к климаксу Настолько заранее Ну блин Почему-то у косметолога Готовятся Нет Ну что значит готовиться Не так вот Что я села И начинаю Вот в чемоданчик Собирать Все что мне В 50 пригодится Это значит Что Надо следить За своим уровнем энергии За состоянием Там лишний вес Например Да Волосы сыпятся Мы же что думаем Локально буду решать Эту проблему А на самом деле Это возможно Воспаление Дефицит И дефицит белка В частности И это уже будет Минус жирный В менопаузу Вот о чем говорю Вот эта подготовка К менопаузе Это по факту Забота о здоровье женщины А еще знаешь Есть такое Выражение Что как вы сохранили Свои надпочечники До 40 Так вы будете жить после Потому что мы же Не спим Стрессуем Ну вот это вот Все наш образ жизни Да такой Думаем Ай ладно Я тоже до 30 Думала что я бессмертна А потом ой Поняла что Ой ой Не бессмертна Так вот Мы Мы какой Ну какую-то жизнь Там живем себе Да позволяем Там себе То что не надо позволять А здоровом В жизни мы не задумываемся Потому что и так Пока все хорошо Так вот А надпочечники Мы вот постепенно Ушатываем Когда в менопаузу Яичники Прекращают свою Репродуктивную функцию Они прекращают Синтезировать нам Эстроген И следовательно Эту функцию Берут на себя Надпочечники Они синтезируют нам Более 40 гормонов Вообще-то И если они истощены Они просто не могут Эту функцию взять И вот тут Начинается Тут начинается Остеопорозы Начинается Отложение Бляшек В сосудах Холестерин Начинается лишний вес Который невозможно Сбросить Начинается Апатичное настроение Ну и так далее То есть все Что связано С менопаузой Ну как бы Надо об этом Думать заранее А надпочечники Это история Восстановление надпочечников Это история Ой, не быстрая Даже в молодом возрасте Ну что, я думаю Мы на этом Будем потихонечку Закругляться Напишите, пожалуйста В комментариях Если тема Женского здоровья Для вас Актуальна И возможно Мы сделаем Новый диалог На тему Климакса Или подготовки К беременности А пока Внизу В описании К этому видео Вы найдете Ссылку На бесплатный курс С которого Уже можно Начать Заботиться О своем организме А мы встретимся С вами В следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok